В городе Троицке ведется вырубка векового леса под ложным документом. Защитники леса выступают женщины, потому что мужчины все работают. На нас нападают наемные работники, которые не предоставляют документов, не говорят на кого они работают. Просто вот так вот ходил с включенной бензопилой и махал им, включенным причем-то, потому что он рубил и ветки, снег, лед там, все что угодно, мог попасть даже в человека, потому что за ним были люди, они бегали, останавливали его, говорили о том, что ты сейчас используешь это как оружие. Полицию вызывали уже сегодня несколько раз, как только приезжает полиция, немножко все дело утихомиривается. На данный момент защищаем наш лес, законы Российской Федерации. К сожалению, мы вынуждены встать на защиту, это очень стыдно, я считаю, для наших руководителей. Вот сейчас вы держались за дерево, мужчины пытались вас как-то оторвать, то есть они хотели срубить это дерево? Да, 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 я вам больше скажу, сегодня с утра рубили дерево, чуть дерево не упало на мужчину, чудом, на самом деле чудом мужчина выжил, вот, потому что дерево упало, ну я не знаю там сколько там, сантиметров, мне кажется 30, ну вот елки падали, то есть он так стоял и на него, да, 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 ну вот ели. Его чуть не убило, поэтому я не знаю, чего ждут власти, наверное, для того, чтобы кто-то серьезно должен пострадать. Ну зайдите за дерево от женщин. То, что должны защищать полиция, администрация, а вышли мирные люди защищать лес, защищать наши права. Здесь после обследования, да, данного леса, скорее всего, на основании этого порубочный билет был и выдан. Ну, мне его просто так не могут выдать, вы понимаете? Двое на меня набросились, неизвестно. Кинули меня в снег, швырнули. Я упала, очень сильно ударилась. Происходит какой-то беспредел. Я даже не знаю, как это комментировать. Швырнули меня вот так вот в снег. За то, что вы помешали рубить дерево. Да. За то, что я хотела подойти к дереву, да. Пользовался персовый баллончик, но, скорее всего, со стороны именно тетушек. Попало в несколько жителей местных Троицка. Меня, в том числе. А в тетушек так мимо пролетело. А кто-нибудь планирует писать заявление в полицию? Я написал заявление в полицию на всех трех граждан, для того, чтобы их забрать. Но, к сожалению, забрали только двоих. Я Тыщенко Алексей Александрович. Я являюсь официальным представителем инициативной группы защитников Троицкого леса, о чем в прямом эфире был составлен протокол. По требованию представителей застройщика, они требовали представителя официального, который будет с ними общаться непосредственно. Подписи вы можете видеть. На данный момент я заходил с центрального входа, где прораб данного объекта, черных СВ, в присутствии участкового, которому было составлено заявление, просто проигнорировал меня, развернулся и сбежал на закрытую территорию. В ответ на мою просьбу предоставить для фотофиксации перечетные ведомости на вырубку данной территории. В прошлый раз нам в прямом эфире удалось сфотографировать лишь первые и последние страницы данных ведомости и порубочные билеты, поскольку они сослались на жуткую нехватку времени. В данный раз меня одного даже не пустили никуда и полностью игнорируют.